Друзья, всем привет! Я Анатолий Климович, город Таганрог. После 30-суточного голодания и восстановительного периода, который длился тоже 30 суток, я решил побывать в Сакском военном санатории имени Пирогова. После проведенного 30-суточного голодания мне хотелось восстановить прежние свои силы, ну и отдохнуть, соответственно. Я и ранее слышал о целебных свойствах Сакских грязей, и по рекомендации моего товарища по военно-морскому училищу я решил поехать именно в Саке, в военный санаторий. В течение этого периода, 20 дней в суток, я снимал свои видеоролики, побывал на экскурсиях, и вот в результате этого я решил опубликовать три видеоролика. Первый видеоролик, который я сейчас загружаю, это будет экскурсия по музею Сакского санатория имени Пирогова. Второй видеоролик будет экскурсия по территории Сакского военного санатория имени Пирогова. И третий видеоролик будет экскурсия по городу Саки. В заключение я хочу сказать, что мне очень понравилось в этом санатории. Я был просто восхищен процедурами, отношением к отдыхающим в военном санатории. Я восхищен был питанием разнообразным, ну и вообще отдыхом. Я предлагаю посмотреть вам мои видеоролики. Это будет очень интересно, тем более, что я после голодания как раз вот именно восстанавливал свое здоровье. И оттуда, когда я уезжал, я был полон сил и здоровья. Там я занимался физическими упражнениями, купался, естественно, и отдыхал физически и духовно. Добрый день, уважаемые отдыхающие и гости нашего санатория. Мы проведем с вами обзорную краткую экскурсию по истории создания санатория по ГБУ САГСКИЙ военно-клинический санаторий имени Николая Ивановича Пирогова. Создатель нашего санатория Николай Николаевич Муравев-Карский. Вот, собственно, мы его здесь видим. А еще первым мы встречаем на центральной аллее памятник, который установлен в 2009 году. Он расположен возле сосны долгожительницы. Ей более 90 лет, где находится памятник Николаю Николаевичу Муравеву. Николай Николаевич Муравев-Карский, выдающийся военный и государственный деятель, в 1837 году он издал указ о том, чтобы сделать из Симферопольского военного госпиталя в САГО отделение для залечивания рам. Тогда не было такого выражения, как сейчас мы красиво называем реабилитация. А тогда называли очень просто. И так шли времена, эпохи, все менялось. Но наш военный санаторий, как со дня основания, был и до настоящего времени подчиняется военному ведомству. И так в 1837 году был издан указ. И по этому указу 185 лет мы праздновали в 2022 году, со дня основания нашего санатория. Я предлагаю посмотреть вам на фотографии, которые расположены. Одна из них говорит о том, что в начале лечения было только летний период. На фотографии мы видим купание. Лечение заключалось в том, что отдыхающие, также офицеры и солдаты находились у нас местные жители, за которым платили, которым платило военное ведомство за проживание. Они купались в самом озере, потом поднимались по мостику, там врач обследовал сердечко, давление. Вот таким образом. Потом они отдыхали. И всего лишь в летний период на этом закрывалось лечение. Через 11 лет 1849 году, на следующей большой фотографии, мы видим, было основано, построено врачное здание, склепкого инкерманского камня, в котором было отделение вода и грязи лечения. Вот перед нами огромные ванны, тисненные из известняка. В них, вы посмотрите внимательно, сидят солдаты, офицеры, по самым горлышками находятся в этой жиже. То есть разводили раку соленую и грязь, и в этой жиже находились подолгу. К каждой ванны подходят трубы. По ним идет не что иное, как парк. То есть была сделана котельня, специально, чтобы грязь подогревалась. 40-градусная грязь производит хороший эффект лечения грязью и ракой. После того, как они принимали эти ванны, их обмывали ракой соленой, а дальше они находились в комнате, которая называлась потельня. От слова потерь. То есть считалось, что пот вместе с потом вся хворь и болезни уходят от человека. Итак, смотрите, в 1849 году начинается уже круглогодичное лечение наших. Сначала было построено для семи офицеров и 33 солдат здания, а дальше расширяется, строительство идет. Я думаю, вам очень интересно узнать о том, как же образовалось наше лечебное озеро. Оно уникальное, аналогично озеру Мертвого моря, которое находится в Израиле. Да, когда проводили аналогию, наша грязь, эропа, ничуть не уступает по своим свойствам, а в некоторых даже превосходит. Итак, по исследованиям Московского института курортологии и байнеологии, нашему озеру лечебному насчитывается более семи с половиной тысяч лет. То есть в свое время море разлилось, на этом месте находились овраги, от греческого слова «лимена», то есть «залив». Морская вода заполнила эти овраги, а под влиянием нашего крепкого, сильного солнышка морская вода превратилась в соль. И все, что наносилось в эти овраги, наносила река, прессовалась и закрыла четырех метров с половином слоя соли. Жизнь продолжается. Следующий намазы. Берега нашего озера, слои берега, как слоеный пирог, снабжены железом. Поэтому наша грязь окрасилась в черный цвет. По своему составу в ней находятся кислоты, жиры, пенициллиноподобные вещества. Также находятся гормональные вещества и небольшой процент радиоактивности. Но этот процент дает здоровому организму только толчок для выздоровления иммунной системы. Итак, первый, кто исследовал нашу грязь, был этнический француз. Он был приглашен из Синтерополя в Десер в 1807 году. Но тогда, к сожалению, мы еще не имели таблицы Менделеева. Когда появляется таблица Менделеева, исследуется наша грязь, и в ней находят все 63 элемента таблицы Менделеева. Поэтому наша грязь уникальна. И дело в том, что она как живой организм живет только покрытой рапой. Что такое рапа? Это концентрированная соленая морская вода. На основе этой рапы производятся ванны и всевозможные добавления к этой рапе. Хвойно-жемчужные ванны, чисто минеральное с раповым добавлением и прочее. Итак, наша минеральная грязь лечит все заболевания опорно-двигательной системы. Хотя начиналось лечение как для ревматических больных, а также было установлено, что все раны, которые рваные, колущие, огнестрельные, прекрасно затягивала наша грязь морская рапа. Далее исследуя нашу грязь, наши ученые, а мы тесно дружим с Академией Сергея Мироновича Кирова, и поэтому было установлено, что заболевание опорно-двигательной системы прекрасно излечивает наша грязь и рапа. Благодаря тому, что находятся в ней гормональные вещества, у нас давным-давно излечиваются все женские заболевания. Невынашивание плода, бесплодие, гормональные все нарушения, дальше пактологические заболевания, то есть и мужские заболевания. Вот таким образом у нас по статистике едут к нам люди 6-10 двух стран, и все как бы остаются довольны, о чем свидетельствует в книге отзыва. Если мы с вами поедем на Юпаторию, в сторону Юпатории, через 11 километров отца находится музей под открытым небом, который называется Кара-ТВ, в переводе с татарского Кара – Черная гора. Вот фотография, мы приближаемся поближе. Смотрите, это поселение греко-скифское городище, то есть поселение скифов и греков, оно продлилось самый длительный период, 4 века до нашей эры и 2 век нашей эры. То есть вот на этом месте раскопки свидетельствуют о том, что здесь, западное побережье Крыма, занимало греко-скифское городище. Музей, который находится в этой крепости, тоже свидетельствует находки бытовых предметов, очень много найдено было золотых предметов, также 6 барельефов Геракла. Естественно, греки поклоняясь свою богу Гераклу, и вот эти 6 барельефов свидетельствуют о том, что здесь было греко-скифское святище. То есть с древних веков упоминание греческого историка Геродота свидетельствует о том, что с древних веков наша прясть применялась для лечения греческими врачами. Дальше мы с вами путешествуем и смотрим стенд, на котором изображено лечение, которое называлось крымско-татарским методом лечения. Крымский метод лечения – очень жесткий метод лечения, в котором человек, когда приходил на лечение, его закапывали в самой грязи в огромную яму. Над ним держали зонтик, чтобы не было, так сказать, ему очень жарко. Лечением занимались татарские молы, перед этим читали молитву, читали Коран. А в 1783 году по решению Парижского мирного договора Екатерина II присоединяет Крым к России, и Павел Иванович Сумароков, известный писатель, по образованию юрист, философ, академик, едет в Крым посмотреть, что же досталось России. И он пишет книгу «Путешествие по всему Крыму и Бессарабе» в 1799 году, в которой есть такие замечательные строки, что он пишет «Глаз мой услаждается, сердце мое трепещет, а душа моя парит. Он настолько полюбил наш Крым, что на два года остается работать в Симферополе уеденным судью». Как я уже сказала, он имел юридическое образование. И вот на вот этой фотографии он изображен своим другом-колпачником, он иллюстрировал книгу «Лежание в грязи». Вот здесь Сумароков изображен. И он в своей книге пишет, что «Хочу привлечь, искренне хочу привлечь внимание россиян к уникальному Сакскому лечебному озеру. Указываю удобное время принятия процедур с 20 июня по 1 сентября. То есть как раз тот период, когда у нас очень жарко для того, чтобы, принимая грязь, иметь хороший эффект лечения. А я уже как упомянула, что она обязательно должна быть не ниже 40 градусов. Наверху на фотографии изображена грязь и водолечебница, которая находилась у нас на территории нашего санатория. Вот и значит на этом месте сейчас находится сосновая посадка. А в 1977 году у нас был построен новый лечебный корпус, называется ЛДЦ, лечебно-диагностический центр, в котором в настоящее время наши отдыхающие принимают там все процедуры. Вот на этом стенде ниже мы можем наблюдать вот эту комнату по теме, о которой я вам рассказывала. Если внимательно присмотреться, отдыхающие, крепко закутанные солдатские одеяла, даже фактура, раньше были такие серые, суконные солдатские одеяла, фактура видна даже на фотографии. Вот между ними стоит на прикроватной тумбочке чайничек, запаренный нашими травмами. На берегу Михайловского озера произрастает очень много трав целебных, в том числе и щебрец, который способствует потоотделению, усилению кровообращения. Он имеет свойство отхаркивающей, поэтому его заваривают. И нянечка, лесанитарочка ходила между ними, если, значит, был пот, она вытирала аккуратненько подслица. А когда их переодевали, это была очень такая процедура тщательная. То есть сначала одевали нижнее белье раньше было, а потом закутывали и также точно вверх одевали. То есть, чтобы он после этой грязевой процедуры, не дай бог, не остыл, не простудился. Ниже находится театр военных действий нашей Крымской войны, которая проходила в 1853-1856 году. Самая тяжелая, пролитная война, которая проходила у нас в Крыму. Защита Севастополя, как вы знаете по истории. И Николай Иванович Пирогов в это время выпрашивает командировку у царя Николая I и едет в театр военных действий, чтобы производить там операции. Его настолько там полюбили солдаты и офицеры, потому что он напрямую царю сообщал о всех, так сказать, недостатках. Как он пишет, недостает свежие столомы, находятся свежеампутированные с ранами и тут же знойными ранами они заражают друг друга. И поэтому, как он о себе говорит, имея неуживчивый характер, разругался со всем начальством, но навел порядок. Здесь он впервые применяет серный эфир, то есть наркоз. Хотя впервые, он самый первый раз пробовал еще в 1848 году на войне с горцами на Кавказе, где он там находился. Вот там с трудом ему в это вели, а здесь он вовсю же применяет. Он здесь применяет гипсовые повязки, которые поныне используются. Изобрел им очень просто, как говорят, все, что просто, это гениально. Он пришел к своему другу, который работал скульптором. Пока они беседовали, он наносил легкий раствор алебастра на свой холст. Пока они разговаривали, алебастр застыл. Ему тут же пришла идея сделать вместо крахмальных повязок, сделать гипсовые повязки. Вот таким образом, да, изобрели, изобрел Николай Иванович гипсовые повязки. Дальше, здесь у нас фотографии наших адмиралов, вице-адмиралов, которые здесь в свое время лечились после войны с горцами, после нашей Крымской Восточной войны. Это Корнилов, Серебряков, также Николай Николаевич Муравьев, его старший брат Александр. А надо сказать, что вся династия Муравьевых дала России очень много военных начальников, государственных, политических деятелей. В семье Муравьевых было четверо братьев. Старший Александр, потом Николай идет, Михаил и самый младший Андрей. И все они поучаствовали в войне 1812 года. То есть, таким образом, старшему досталось больше Александра. Он был ранен, контужен. И кто-то ему порекомендовал полечиться в нашем озере. Полечившись, так сказать, получив хороший эффект лечения, он поехал к брату в Севастополь, который там находился, к Николаю Николаевичу. И вот таким образом подсказал, что Россия проводит войны, участвует в конфликтах военных. А лечить раненых обязательно, так как в старину говорили, за одного битого дают двух небитых. И вот таким образом еще рассказываю историю, как возникла наша санатория. Сначала начиная от отделения Симферопольского госпиталя. А здесь мы с вами перейдем и посмотрим отзывы, которые пишут отдыхающие, отдыхая здесь. Это еще, видите, с буковкой «Ять». Мы наблюдаем 12.07.1916 года, 7.07.17 года. То есть это все еще до революции. Но не имея, как сейчас мы имеем книги отзывов, брали, значит, оформляя этот музей из писем люди, которые здесь отдыхали. Вот видите, небольшие такие отрывочки. Но все они свидетельствуют, откуда бы они здесь ни отдыхали, все они свидетельствуют о том, что им здесь очень-очень нравится. И лечение, и то, как их кормят, и как их развлекают, самых разных мест. Нижний Новгород, Москва, Архангельск и так далее. Смотрите, вот здесь наверху изображена наша центральная аллея в 1922 году, когда идет начальство принимать наш санаторий. Это вторая дата, которую мы празднуем. Это по приказу номер 88, 12 мая 1922 года наше отделение от Симферопольского госпиталя отпочковалось. И мы становимся самостоятельным учреждением. То есть у нас как бы две даты. С 1837 года 185 лет было в 1922 году. Это одна дата образования. А 12 мая приказ номер 88, 1922 года, в 2022 году было 100-летие, как мы, самостоятельное учреждение. Но просто надо подчеркнуть то, что мы всегда и сначально, и сейчас были и есть военным учреждением. То есть мы никогда не переходили в гражданское ведомство. Дальше. Здесь стын, на котором изображены первые руководители нашего санатория. Но хочется обратить внимание на новожилу Дмитрия Антоновича. Он с 1930 по 1939 год, будучи начальником отделения Сарского санатория РКТА, провел большую работу по изучению лечебного действия грязи в течение рестератонно-восстановительных процессов при переломах. То есть была создана экспериментальная лаборатория, где применяли на наших братьях меньших, скажем так, на собачках, при переломах прикладывали грязь и смотрели действия именно. То есть вот он, занимаясь этим, поныне мы теперь благодарны Дмитрию Антоновичу, что даже застарелые переломы, если они беспокоят человека, и применять, прикладывать грязи к этим местам, они снимают боли и, в общем-то, как бы человек получает облегчение. Так что вот этот метод, который занимался Дмитрий Антонович, очень ценный. Особенно, когда у нас был построен афганский корпус, я потом расскажу вам, и к нам поступало очень много ребят после афганской войны, и вот этот метод использовался. Обратим внимание на фотографию, которая вот находится у нас наверху. Это Каламинский залив, здесь высадился десант 13 апреля 1944 года. В этот день освободили Евпаторию и наш маленький городок. У нас в Саках есть улица, которая так и называется, улица 13 апреля, то есть это день освобождения нашего города. После того, как началась война, наш санаторий во время войны был эвакуирован в Свердловскую область и служил там обычным эвакогоспиталем под номером 1767. Как только наш городок освобождается, они возвращаются все, медсестры, оборудование, все, что было туда эвакуировано, возвращаются и начинают восстанавливать санаторий. В то время, когда я пришла сюда работать в 1985 году, были живы еще сотрудники, и вот тогда была такая традиция, встреча комсомольцев с ветеранами войны обязательно. И они нам рассказывали, это живые свидетели истории, они рассказывали, с каким энтузиазмом они начинали восстанавливать все. Им очень хотелось поскорее все восстановить, чтобы можно было принимать, ведь целый год еще шла война, чтобы можно было принимать раненых. И вот они приезжают в мае месяце, а в августе, 8 августа, они уже начинают принимать первых больных. Так что вот такими стараниями, большим трудом, они не смотрели на то, что, так сказать, закончился рабочий день, они оставались после работы и дальше работали. Вот здесь вот находятся воспоминания наших бывших сотрудников, которые слышали выстрелы. У нас на центральной аллее есть аллея славы, где расстреляны врачи нашего санатория и врачи районной больницы, которые не успели мобилизоваться на фронт. На территории нашего санатория стояли немецкие и румынские войска. И вот когда немцы зашли, они расстреляли этих врачей. На этой могиле, значит, восстановлен, сделан памятник, и там все имена перечислены, фамилии. А свидетели, которые находились, они описывают о том, что когда они услышали выстрелы, они поняли, что происходит. Когда все стихло, они, значит, пошли на это место. Городок был маленький, и все практически друг друга знали в лицо. А уж тем больше, тем более врачей, конечно, они предали земле, похоронили. А уже в наше советское время был, значит, был восстановлен этот памятник. Руками наших сотрудников сделана красивая арка такая. На колокол наши сотрудники сдавали деньги, и поэтому этот колокол мы заказывали специально. Каждый год 9-й... Каждый год 9-го мая мы там возлагаем цветы, проводим митинги, всегда приглашаем наших студентов, гимназистов, школьников, чтобы чувство патриотизма у них зародилось, чтобы они знали историю нашего города. Хочу вам рассказать еще о очень важной конференции, которая проходила у нас в Крыму, Ялтинской конференции, или еще правильно называют, конференция Ливадийская, Ливадия проходила. На тот момент нашему командованию было дано задание в Новофедоровке, где был военный гарнизон, но он сейчас есть в аэродром. Построен в 1938 году, а в 1939 году уже первые бомбардировщики взлетали с нашего аэродрома. Так вот, они были встречены 3 февраля на нашем аэродроме. Был там встречен Рузвельт, Черчилль, и приехал министр иностранных дел, как сейчас говорят, а тогда нарком иностранных дел, Молотов Вячеслав Иванович, и они были увезены в Ливадийский дворец. Там их разместили всех отдельно. Черчилль был размещен в Воронцовском дворце, Рузвельт, поскольку был тяжело болен, у него болели ноги, он, а Сталин был в Ливадийском дворце размещен, а когда подъехал Сталин, он подъехал поездом, потому что, как он говорил, самолетом не летаю и вам не советую. Был сделан мост, где вот Керченский мост, временный, деревянный, когда Сталин уехал, он был взорван. А Сталин расположился в Юсуповском дворце. Так вот, когда проходила эта конференция, технический персонал в составе 568 человек лечился у нас и остановился в 28-м корпусе вот в двухэтажном здании, которое было построено в 1924 году, вот на протяжении 14 дней они там находились, принимали лечение. Вот еще раз. Вот еще раз вернусь к той теме, что были живы свидетели. Еще когда, когда, которые не медсестры, Сопова Евгения Фаминична, кстати, она еще до сих пор жива, ей 96 лет, а тогда она была молодая медсестра, естественно, вот она рассказывала, что они обслуживали эту конференцию. Дальше, фотография 1948 года, обратите внимание, это отделение МТО, начальники, которые возглавляли это отделение, имели все высшее военное командное образование. И врачи, которые здесь работали в советский период, они все имели высшее военное медицинское образование. 24 врача у нас были, так сказать, с военным образованием. Это все было в советский период. Дальше, это подарок от военной академии, приурочен, так сказать, к открытию нашего музея. Фотография наверху, обратите внимание, это небольшой городок Геройский, где есть военный аэродром. Сюда прибывали самолеты после госпиталей Ташкентского, Питерского госпиталя, встречали наши скорые помощи. Ребята-афганцы получали путевки на 48 суток. Было для них построено в 1984 году, по идее Юрова Ивана Александровича, на непокойном, к сожалению, который велел построить для них отдельное здание, в котором своя грязь и лечебница, вода и лечебница, бассейн для вытяжки позвоночника, специализированные два зала ЛФК, две столовые. А самое главное, самое главное, что было два опереблока на втором этаже. Из академии Сергея Миловича Кирова было признано 12 врачей, которые были молодые, еще в то время хирурги, травматологи. Начальником этого отделения был Бабич Михаил Иванович. К сожалению, покойный, мы его в том году похоронили в возрасте 59 лет. Дело в том, что когда он оперировал ребят-афганцев, он дважды подхватил гепатит. Тогда, будучи молодым, здоровым, крепким, этого не чувствовал. Потом уже, конечно, печень, так сказать, бывало о себе знать. И, к сожалению, вот этот молодой, красивый парень, как говорит красавица Жень Печа, он день и ночь как у станка стоял и оперировал ребят. Операции делали очень сложные. Ставили аппарат Елизарова, также оперировали пролежни. Очень многие страдали, были очень на колясках, постоянно сидя и лежа на каталках, страдали пролежними, оперировались с успехом большим пролежни. Так что, вот таким образом, зная о том, что у нас проводятся такие операции, надъехали люди, как я уже говорила, с очень многих-многих стран. Славилось наше хирургическое отделение. На этом стоит схема круговорота лечебной сакской грязи. Надо сказать, что мы покупаем плоти муниципалам хорошую сумму за нашу грязь, и, значит, раку, и где-то тонна грязи покупается на месяц, уходит для наших обрекающих. Она привозится в бассейн регенерации, который находится за лечебным корпусом. Она проходит регенерацию, то есть чистку, по трубам поступает в лечебный корпус и в центр восстановительного лечения. Дальше идет утилизация, то есть потери. И такой круговорот постоянно проходит, потому что она сбрасывается в огромные емкости в этом бассейне регенерации. Там отстаивается покрытая ракой, как я уже сказала, она живет как живой организм, только покрытая ракой находится. Вот, потом, значит, ее используют и снова возвращают к озеру. На берегу озера находится гидро-геологическая режимная эксплуатационная станция, сотрудники которой следят за состоянием рапы и лечебной грязи. На маленьком вот этом стенде вы видите, это, значит, руководители санатория, которые руководили период с 1922 года, 2000 год. Так, дальше мы с вами перейдем на, значит, вот этот стенд, который на лечебной улице, это самое красивое здание, которое есть только у нас в санатории, не только в санатории, в нашем городе нет подобных красивых зданий. Построен он в 1953 году, стиль называется Сталинский ампир, но в то время в больших городах таких зданий много, а мы гордимся, потому что у нас одно единственное. Оно еще и ценно тем, что здесь в свое время находился Герман Степанович Читов. Первый раз с женой Тамарой Васильевной он приехал в 1962 году, а потом, значит, приехал на реабилитацию в 1987 году. У нас как раз к этому времени был построен новый клуб, вот к этому зданию, сдан в 1987 году, и в зрительном зале проходила встреча с Германом Степановичем Читовым, одним из первых космонавтов. Очень запомнилось, прекрасные впечатления остались, много фотографий нам, подарили мы с ним фотографировались. Вот таким образом он рассказывал о себе, подарил нам книгу, которая называется «Путь к звездам». К сожалению, мы знаем, Герман Степанович в 2000 году ушел в мир иной, но о нем осталась светлая память. Видите, какие у нас отдыхающие, знаменитые, посмотрите. Вот Шпаклеров 30 марта. Он 30 марта в Казахстане, Байконуре приземлил. Да, да, да. Он у нас тоже был на отдыхе. И вот он, получается. Да, он взял логотип нашего, вот этот флажок нашего санатория, и он находится, находился, так сказать, в космосе. В космосе, да. В космосе. А этот вот, как вас зовут? Алексей. А вот я его таскал с капсулы 30 марта. Вот, посмотрите, у нас какие отдыхающие. Давайте я отойду. Давайте я вас. О, Коша. Дальше мы готовились к нашему 185-летию. Вот наши все достижения. Ну, надо сказать, что мы имеем 87 наград, 87 наград, из них 19 золотых. То есть мы принимали участие во всех конкурсах, во всех соревнованиях, которые проводились, и получили вот такое большое количество и дипломов, и наград за инновации, за цели, за обслуживание. То есть мы везде, как говорят, впереди планеты всей. Может, это слишком сказано, но действительно, на самом деле, это так. А здесь подарок от Михаила Тимофеевича, который, ну, не был у нас, к сожалению, калашников, но был его соратник, Юрий Евгений Леонидович, он возглавлял спортивное общество имени калашника, Юрий Евгений Леонидович. И когда он трижды вечился у нас, и когда к нам приехал, еще был жив Михаил Тимофеевич, он передал вот с его дарственной надписью автомат, буклеты, портрет и замечательные три книги, которые вот «Военная элита Российской Федерации», все три тома, начиная от «Военной элиты Российской империи». Вот таким образом мы получили подарок. Ну, начальник наш приехал к нам с 2014 года, да, и вот в восемь лет он возглавляет наш санаторий. Естественно, что руководитель наш очень, так сказать, много инноваций в наш вклад медицинский внес, и вообще под его руководством, он когда прибыл, он нам пообещал, что все хорошие традиции, которые у нас были, все соблюдаются. И по нынешнее время, то есть мы под его руководством, вот как я уже говорила, под руководством Игоря Александровича, мы заработали 87 наград, из них 19 золотых. Это все, конечно, работа руководителя, потому что коллектив будет идти только за тем руководителем, который что ведет, то ведет, да, только за тем руководителем. Поэтому, конечно, да, нет, 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 это с его приходом обновилось все медицинское, все медицинское оборудование, потому что к этому времени, естественно, уже было устаревшее много, открылось очень много видов новых обслуживаний, то есть очень много изменений, которые внес Игорь Александрович. И все вот эти награды, все премии, все делали, ну, так сказать, это все под его эгидой. Все это сделано под его эгидой, естественно. Спасибо. 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 Спасибо.